Дорогие друзья! У нас уже здесь отличная атмосфера, мы хотим поделиться ею с вами, хотим, чтобы вы тоже были участниками, чтобы вы молились с нами, чтобы вы присылали свои нужды, свои свидетельства, которые мы будем зачитывать и в молитве согласия вместе с вами, вместе со многими служителями и здесь конкретно в студии провозглашать просто Божье Слово на вашу жизнь. Поэтому присылайте свои нужды, свои свидетельства, вопросы по номерам телефонов, которые вы видите на экране, и мы будем отвечать вам. Друзья, тема сегодняшнего эфира просто потрясающая. Как вы знаете, весь этот месяц идет под заголовком «Здоровье», но сегодня у нас в гостях люди очень близки к теме хвалы и прославления, и мы взяли такую тему, как исцеляющая хвала. И в гостях у нас Вадим и Алла Ядковских. Давайте мы посмотрим небольшое досье про них. Вадим Ядковский. Композитор, автор и исполнитель христианских песен. Мультиинструменталист. Алла Ядковская. Воспитывает пятерых сыновей и троих приемных дочерей. Занимается домашним служением. Добрый вечер, Вадим, Алла. Спасибо большое, что приняли это приглашение. Спасибо. Для нас большая честь, что вы из Беларуси, правильно, приехали к нам. Почно. Это просто здорово. Слава Богу. Чтобы наши телезрители немного с вами познакомились, расскажите, из какой вы церкви, чем вы занимаетесь, чтобы нам немного больше понять вас. Ну, мы давно живем в Беларуси. Жена у меня белорусская, я сам родился в Санкт-Петербурге. Давно это было, да? В Петро Заводске. В Петро Заводске, да. Но всю жизнь прожил в Беларуси, поэтому тоже считаю себя практически белорусом. Там мы находимся, Церковь Благодать есть такая у нас, большое объединение. И в одной из зачерпных церквей в городе Мариногорка мы живем и трудимся уже много лет. Ну, не всегда так было, был период, когда мы в Москве служили, там пять лет. Потом Бог нас опять вернул в свою церковь. И, ну, в принципе, в церкви мы несем труд, но большинство труда нашего, оно находится на постсоветском пространстве, скажем так. Мы ездим с песнями, которые Господь даровал. В самом начале моего служения вообще, как это все начиналось, можно сказать, я просто получил слово от Господа. И он мне сказал, вот то, что я тебе дал, иди и раздавай. Я верю, что это слово, оно относится к каждому христианину. Потому что каждому христианину что-то Бог дал. Конечно. Бездарь – это не Божье слово. Понимаете, да? То есть каждый из нас имеет дар от Господа. И важно, чтобы мы этими дарами служили. И вот уже 26 лет мы занимаемся этим служением. И, ну, это, в принципе, меня с детства, как бы, с детства я был музыкальным человеком, вот. И мама меня в музыкалку отдавала и ставила мне классическую музыку. И это все было очень интересно, начиналось в моей жизни. Вот, потом были, значит, эстрадная музыка и так далее. Потом был военный оркестр, у меня военный музыкант, у меня 11,5 лет в услуге. И потом был я начальником военной ансамбля, большой дивизии танковой у нас, там, вот прямо в Мариногорке. Потом было сокращение развала Советского Союза, были такие сложные времена. И через одного друга моего наркомана, Господь, явился ко мне. И он сказал, что он любит меня. И, ну, для меня все-таки было очень сложно это понять, потому что я был при политоделе части. Я политодел части, это самый оплот коммунистической партии того времени, знаете. И я ему так сказал, Андрюха, здорово, что Бог тебя спас, но в твою секту я не пойду. Вот. Но он не переставал за меня молиться. И, знаете, через месяц он ко мне пришел и сказал, у нас в церкви есть синтезатор, приходи. И я сразу купился, поскольку музыканты, знаете, они хороший инструмент любят. А в то время, тем более, синтезатор, это был космический корабль. И вот я сразу купился, начал ходить на собрания. И с первого дня, как я пришел в церковь, начал петь песни из сборника, как это традиционно всегда было раньше. Вот. Я помню, что только мы начинали молиться, петь, Дух Святой исходил, и я просто плакал. Вот душа моя плакала, она искала спасения в Господе. И больше, чем через полгода я покаялся, принял Господа, затем моя супруга. То есть вы уже были женаты, да, когда покаялись? Да, уже было двое детей. Да, и такой непростой путь. Ну, и потом это все развалилось, я имею в виду Советская Армия, Советский Союз и так далее. Вот. И я не знал, куда мне идти работать. Вот такая ситуация была очень сложная, очень сложная. И мы, ну, как бы молились, и Господь дал мне возможность служить в церкви, в нашей церкви поместной. Лидера прославления, да? Да, да. У меня была должность музыкант-евангелист. Ну, насколько там церковь начинала с 10 человек, сегодня она выросла до 200 человек, вот, в Мариинной Горке. И, по сути, я все время там и занимался этим служением. И с первого дня моего покаяния практически Бог мне начал давать песни. Угу. Вот. И потом, через время, вот, я понимал, что это, когда Бог дал слово, что то, что я тебе дал, иди и раздавай, то я понял, что это песни. Я должен нести эти песни. Потому что так интересно было, когда я занимался этим служением, да, вначале, я был косноязычен. То есть, я не мог вести даже прославление, мне было трудно молиться, как-то вот так. Вот. Мой друг это все вел. А потом, через время, так получилось, что Господь открыл и уста мои, и потом слово начало приходить в жизнь мою. То есть, я понял, что это не только песни, но это и духовное послание. Вот. Поэтому мы радуемся и благодарим Господа сейчас, имея пятерых сыновей, трое приемных дочерей у нас, и девиз нашего дома. Я сегодня желал, сегодня был эфир, а я сегодня желал всем зрителям, чтобы эта молитва была каждого дома. Потому что я верю, что это слово для каждого дома. Это я, во-первых, и весь дом мой. Мы будем служить Господу. Аминь. Вот так вот, вкратце. Это очень здорово, потому что очень многие вопросы, которые были у меня, вы уже все ответили. А сейчас сколько лет вы в браке, получается? Ух ты! Это хороший вопрос. 34. 34. О, классно. Слава. И 4 года дружили. И 4 года дружили, правильно. То есть, и того 38 лет вместе. 38 лет, да, да. Классно, классно. Здорово. Слава Иисусу, да. А скажите, как ваши дети? Они все в церкви, да? Все служат? Да, да. Ну, второй у нас сын пока еще не воцерковленный. Мы за него молимся. С 4 класса. Вот у него трудности там начались, скажем так. А все остальные, да, старший сын у нас в Москве служит в церкви. Он сначала с нами был в одной церкви, в Кушинской мы служили. Вот, там женился. У него двое детей. Сейчас он в другой церкви. Вы уже бабушка-дедушка. Да, да. Четыре раза. У второго сына тоже двое. Он должен был приехать сюда. Он должен был, да, Дима, приехать. Не получается. Ну, может быть, даст босс когда-нибудь. Он тоже занимается прославлением. Он очень благословенный и помазанный музыкант. На клавишах и у него есть свои песни. Вот у нас в альбомах наших тоже есть несколько его песен. Вот, так что слава богу. Вы детей сегодня увидите. Да, здорово. Знаете, когда размышляли об этом эфире, об исцеляющих вуалетах, о том, что песни исцеляют, даже люди говорят неверующие, просто говорят, что музыка есть, терапия такая музыкальная и так далее. Возник такой вопрос очень странный. А может ли музыка калечить? Может ли она принести какие-то раны? Как вот на ваш взгляд? Безусловно. Какая музыка? Какой источник? Музыка, знаешь, музыка по сути нейтральна. Ну, конечно, кроме там уже тяжелой музыки, скажем так. Я думаю, зрители понимают, о чем я говорю. Я понимаю, о чем я говорю. Да, да, да. Потому что какой источник? Понимаешь, мы живем в духовном мире. Люди этого мира, они как бы думают, что это вот вдохновение или что-то такое, называют разными словами. Но на самом деле это духовные силы, которые витают в воздухе. Разница между верующим и неверующим. Допустим, музыка верующая. Верующий человек пишет, да, христианин или человек неверующий. Какая разница? Разница в том, что христианин, он крещен во Христа. Понимаешь? И на нем почует кто? Дух Святой. Правильно? И Дух Святой вкладывает в сердца наши желания по своему благоволению, как написано. Человек неверующий, он ищет какого-то вдохновения. И эти демоны не только ищут эту жертву, в какую бы влить вот эту мерзость, понимаете? Поэтому музыка даже может очень классно звучать, но она может быть очень сильно демонической. Не обязательно это хиви-метал там, да, или там какой-то трэш или еще что-нибудь. Но это может быть даже какие-то классические элементы. Я слышал такая момента, и ты чувствуешь, твой дух отторгает. И очень важно человеку родиться свыше. Потому что если он не рожден свыше, он не понимает, он кушает и то, и то. И понимаешь, соответственно, то, что мы кушаем, тем и становимся. Духовно я имею в виду, понимаешь? Поэтому это чрезвычайно важно. И вы знаете, я даже скажу про христианство. Что в современном христианстве очень много мусора. Вы согласны с этим? Конечно, согласен. Потому что много всяких вот этих модных вещей и модных штучек, которые... Под которыми маскируются небожьи вещи. Понимаете? А святое место, то есть наш дух, он пусто оно не бывает. Чем оно наполнено, в того мы преображаемся, по сути, понимаешь? Поэтому важно питаться правильной пищей. А самая правильная пища, это слово Бога. И Бог дал нам много песен по Слову Божьему. Я всегда, где я в церкви не нахожусь, я говорю, друзья мои, самое важное, это песни по Слову Божьему. Слово Божье, это вечно, это самая правильная пища, от которой ты возрастаешь во спасение и слушающая тебя. И ты насыщаешься, и ты прославляешь Бога в Слове написано. Помните, как Давид говорит об этом? То есть это глубокое, ну это много об этом можно говорить. Аминь. Я на самом деле очень согласен с тем, что на самом деле не зависит даже от жанра музыки. Потому что, я почему говорю, что я знаю, я играл в группе, мы играли просто ультра тяжелую музыку. Дэдкор, хардкор, металлкор и так далее. И это была вот вдоль и поперек, это была христианская команда, мы были первой командой на постсоветском пространстве, которая играла такую музыку, в принципе, на русском языке и так далее. Мы несли это в клубы, мы, ну очень много где играли, да, и люди вокруг не понимали. Я вообще, в принципе, был тогда больше такой околобаптистской среды, я не там вообще, там и что мы и бесноваты, и что там дьявол через нас говорит, что там такое не было. Но люди спасались, мы вытаскивали их оттуда, потому что, когда они видели вот в этом мраке вдруг какую-то надежду, потому что мы между песнями говорили, мы какие-то подводки делали. Ну и сами слова. И сами слова, естественно, там они, даже у нас был Псалом 220 назывался, вот, он просто был в темпе 220, и мы просто скомпоновали, он был единственной песней на английском языке, у нас, по-моему, да, или две у нас было, ну, в общем, мы просто скомпоновали из разных фрагментов псалмов, и у нас получилась песня, и вот назвали Псалом 220, там просто, в общем, такой был, очень все бойко было, вот, и на самом деле, когда я сейчас смотрю, я понимаю, что музыка такая, которая очень красивая иногда, да взять тех же Битлз, или какие-то еще вещи, это вот на первый взгляд людям кажется, ой, очень приятная музыка, и люди душевные, даже христиане, душевные христиане говорят, вот эта музыка не может причинить вреда, она такая милая, такая приятная, ничего подобного, они принесли и йогу принесли, и так далее, и все эти духовные веяния, и вот сейчас, кстати, недавно было такое, в интернете пошла волна, один из модных таких рэперов, у него такая, ну, музыка, ну, ничего такого, ты не почувствуешь, что она вот как-то вызывающая, если ты душевный человек, но слова, такие образы, такие вещи, и там пошла такая, ну, псевдо, может быть, история, кто-то ее опровергает, что девочка одна, в общем, следуя всему этому, передозировка, умерла, и мама пишет письмо исполнителю, там просто душа разрывается, когда ты читаешь, вообще все вот это вот, люди стали говорить, что это фейк, что это не на самом деле, но факт в том, что это так работает, вот этот мусор, который изрыгают, на самом деле, оно поселяется в сердца, особенно подростков, они подражают, они хватают этого, как вы, как вы со своими детьми? Смотри, что я хочу сказать, в контексте того, что ты сейчас сказал, очень важно, вот, насколько великая ответственность лежит на нас, на христианах, на верующем человеке, мы должны возвещать Слово Божие, написано, если кто-то говорит, я скажу, или поет, он говорит, должен петь, как Слово Божье, потому что Слово Божье, это единственный инструмент наступательный, вы помните, шлем спасения, да, ноги обуть в готовность благовествовать мир, в равня праведности, щит веры, да, все это оборонительно, и единственное, чем мы можем наступать, и чем мы можем поражать дьявола, именно поражать, это Слово Божье, понимаешь, это настолько важно, и я смотрю сейчас, ну, христианские, вот, группы прославления, вот, ну, в частности, да, потому что я занимаюсь, я провожу семинары прославления, мы конференции прославления проводим, и я вижу, что людям, понимаешь, им нужно хлеба и зрелищ, даже люди уже, которые во Христе, особенно в больших городах, знаешь, вот они увидели, вот там, за рубежом вот так поют, вот так классно, так все здорово, а если поглубже там копнусь, понимаешь, там такие вещи происходят, что помилуй Господи, и я еще скажу такую вещь, что они как бы песни вроде бы о Боге, понимаешь, но чистого Слова Божьего там не так много, там какие-то эмоциональные вещи, они превозносятся, понимаешь, но нет вот этого, основания, да, основания, основания Слова, понимаешь, посмотри на Христа, он всегда говорил Словом Божьим, да, он в искушении противостоял дьяволу, чисто Словом Божьим, для меня это откровение, понимаешь, и я своих детей также воспитываю, ты спрашиваешь, как дети, я тебе скажу, как родители, вот, понимаешь, если в тебе есть вера, то вера будет не только у твоих детей, но и внуков, и у правнуков, и до тысячного рода, понимаешь, это истинная вера, но вера это не, вы знаете, раньше мы думали как, ну я думал, ну вера это что-то такое, ну что это такое, это какое-то облачко или что-то, ничего подобного, вера без дел мертва, если ты веришь, у тебя должно быть дело твоей веры, понимаешь, поэтому Бог нам дал это, и мы взяли, и мы несем, и сейчас уже не только мы несем, но мы это передаем нашим детям, я так рад, что Бог меня направил в свое время, потому что я очень много занимался в церкви прославлением, я учил, это огромный труд, на самом деле, писание говорит, что левиты должны заниматься искусством своим, я подчеркиваю, день и ночь, они не имели удела земли, это серьезный труд, который очень мало кто понимает, у нас в голове все, знаешь, говорят, ну что-то, вот это строитель, ну там кирпичи ловят, а ты, как говорили, лайдак у нас говорили, ну знаете, ну как бы бездельник, ну по-русски, да, лентяй, короче, ну что там на клавише, встал на клавише, нажал, рот открыл и поет, ну что там надо, понимаешь, и очень у многих людей именно такое понятие, а тем более, как служение в церкви, помимо того, что искусство, надо быть духовным человеком, надо быть посвященным человеком, это очень важные вещи, и если это основание есть во Христе в твоей жизни, безусловно, строение будет твердым, и оно устоит при всех искушениях. Аминь. Дорогие друзья, я верю, что вы уже получаете эту атмосферу, которая здесь есть, что Господь действует, призываем вас звонить нам, писать, если у вас какие-то нужды есть, вопросы, пожалуйста, мы с удовольствием ответим на них, помолимся, поддержим вас, и сейчас мы вот видим, что некоторые уже присылают свои просьбы молитвные, давайте мы зачитаем и помолимся, будем наступать Словом Божьим. Аминь. Севилия Ташкент. Прошу молиться за спасение Равшана и за исцеление рака горла, также за спасение, и тут перечисление очень-очень много родных, видимо, и близких, да? Наталья Украина. Прошу молиться за исцеление моей груди. Марина Чебоксары. Прошу молиться за исцеление моей мамы. Миша. Прошу молиться за мое освобождение от влияния одного человека. Екатерина просит молиться за исцеление от ВИЧ, а также за то, чтобы Бог привел мужа, Божьего священника, в ее жизнь, потому что она одна, воспитывает двоих и в разводе. Людмила просит молиться за исцеление от опухоли на правом надпочечнике. Марина Пермь. Прошу молиться за исцеление тети Зои и дочери Леисян. И вот еще за ВИЧ тоже, исцеление от ВИЧ Екатерина просит, да. Вадим, попросим Вас помолиться за эти исцеления, потому что люди нуждаются. Отец наш Небесный, мы так благодарны Тебе за то, что Ты даешь нам честь и власть наступать на всякую вражесую силу именем Господа нашего Иисуса Христа. И мы сейчас приносим вместе в единство, Господи, все эти нужды к престолу милости и к престолу благодати. Ты слышишь и Ты знаешь, Ты говоришь, что Ты знаешь прежде нашего прошения, о чем, в чем есть у нас нужда. Господи, и все эти нужды, все эти немощи, все эти болезни мы сегодня складываем у Твоих ног святые. И мы посвящаем их Тебе, Господь, и провозглашаем словом Твоим, Господи, что в ранах Господа нашего Иисуса Христа мы провозглашаем полное восстановление и исцеление от всякой немощи, от всякой болезни, от всякого духа рака во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем полное освобождение и исцеление и полное очищение во имя Господа Иисуса Христа и в ранах Его исцеление и восстановление, Господь. Благослови, Господь, молимся за родственников наших. И ты говоришь, что мы веровали в тебя, Господь. И если мы будем веровать в тебя, Господи Иисус, ты сказал, что спасемся не только мы, но спасется и весь дом наш, Господь. И мы молимся сегодня, чтобы вера наших братьев и сестер, она, Господи, умножилась сегодня, Господь. Мы молимся, чтобы это помазание святое прямо сейчас достигло наших братьев и сестер, Господь, и, Господи, умножилось в их сердце. И чтобы они доверили это в руки Твои святые, Господи, и уповали на Тебя, Бога живого, ибо всякий уповающий на Тебя, Он не постыдится, Господи. Благослови, Господи, и укрепи сердца, Господи, ослабевшие, Господи, и руки опустившиеся, Господи, подними во имя Иисуса Христа. А мы сегодня благодарим Тебя за то, что Ты верен и праведен, и Ты совершаешь свое дело, и, Господи, Ты не изменяешься, и у Тебя нету тени переменных, и Слово Твое есть истина, Господи. Да будет имя Твое благословенное во всей Твоей этой нужде, Господи, да будет свидетельство Твоей славы, Твоей силы и Твоей великой любви и милости во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Верим, дорогие друзья, что Господь жив, и Он в вашей жизни прославится. Аллилуйя. Мы продолжаем общаться на тему исцеляющей хвалы. Хочу вернуться все-таки к вопросу воспитания детей. И я верю, что сейчас есть люди, которые сидят, смотрят нас, да, и есть такой момент, когда ребенок, например, вот ему понравилась какая-то музыка, она не христианская. Вот она ему понравилась, и он увлечен ей, и родители религиозно говорят, все, нельзя, запрет, да. И у ребенка растет вот разрыв между родителем и им, и вдруг он чувствует, что эта музыка как будто бы ему ближе, ему хочется побыть одному, послушать это. И таким образом, ну, мы видим, что иногда дети вообще уходят от Бога из-за вот таких вещей. Как вот с этим быть? Как дать ребенку понять вообще, к чему это ведет все? Как вот научить? Вот я хочу вас спросить, Алла, вот как вы, как мать, как вы на это смотрите, как вы чувствуете детей? Вот давайте я скажу о своих детях конкретно. Да, давайте. Вы знаете, почему наши дети, вот их не влечет, потому что я вижу это, да, не слушать другую музыку, не куда-то идти, потому что они постоянно в служении. Понимаете, они постоянно в служении, они в среду ведут у нас молитвенное, в живую, живем, играют вместе с папой, в нашей церкви, в пятницу также ведут молитвенное. В воскресенье мы постоянно где-то на каком-то выезде, или если не едем, то у нас присутствует на служении. Им некогда, им просто некогда. И знаете, когда, конечно, когда-то что-то, если вдруг и случается, где-то мы что-то замечаем, то у нас постоянно общение. Мы с ними разговариваем, разговариваем и разговариваем. Опять же, на основании слова. Мы с ними друзья, они нам открываются. Вот это важно. Вот это важно. Знаете, надо просить мудрости у Бога, чтобы Бог дал, и у нас это получилось. И я благодарю Бога, что не только своих можем поднимать, взращивать, но еще Бог и приложил нам девочек этих приемных. И я когда увидела, что у нас это получается, и они так благодарны, с таким почтением к нам относятся. Хоть знаете что? Я мама строгая. Да, потому что это нужно. И строгость, говорят, и кнут, и пряник. Да, и это получается, и меня это радует. Есть плоды, есть плоды, меня это радует. Меня это вдохновляет. Мне хочется идти вперед. Вы сегодня это все увидите, прочувствуете. Я думаю, что и вас это все зарядит. Я пожелаю друзьям всем, чтобы они просто общались с детьми. Больше общались, больше общались. Это важно, на основании Слова Божьего. Бог всегда к всякой ситуации, Он давал нам Слово. Да. Были сложные ситуации, потому что дети, они есть дети, знаете. Да, да, я вот к этому и клоню. И Бог удивительным образом, Он давал Слово всегда. И знаешь, оно было так в десятку. Ты сам получал откровения. И что интересно, понимаешь, мы проводим, когда общаемся с детьми, ну, как мы шабаты типа проводим, ну, не такое, может быть, слово, субботу, да? Мы просто молимся, прославляем Господа, а так, в простоте, по-домашнему. Причем вкусное что-то. Вкусное что-то приготовим. И просто разбираем Слово. Печи зажигаем. И знаешь, как интересно, когда ты это в такой форме, вот оно в простоте, без всякого пафоса, без всякого такого, понимаешь. Встали, плечи расстраивали, прославим Господа. Все очень просто. Все очень по-домашнему. А они кушают это Слово. И они получают откровения. У нас были девочки еще две, да? Они были совсем маленькие. И ты представляешь, эти маленькие дети, сколько, три с половиной веки было, да? Да, три и четыре. Она понимала Слово Божье. Человек, ну, из такой, там, страшной семьи, понимаете. И вот, казалось, она там столько всего видела. Она понимала Слово Божье. Это говорит о том, что Иисус говорит, будьте как дети. Понимаете, у них очень чистое открытое восприятие. И это чистая листка, на которую мы должны писать. Проблема почему? Дети вот с такие проблемы попадают, потому что родители не пишут на этом листе. Если они не пишут на этом листе, той властью, которую Бог дал родителям, да, то пишет лукавый. Понимаете? А что еще самое интересное и очень важное, что мы упускаем очень часто. Мы в первых детях, наверное, это упустили. Бог дал нам второй шанс. Слава Господу. Мы про своих, да. Ну, я думаю, у многих, мы просто знаем многие семьи, ну, семьи и знаем всю приблизительную картину. Ну, то, что, как мы воспринимаем в земле, мы думаем, это дети. Но они еще дети, они еще не понимают. Это от лукавого земли. Услышьте это, потому что написано, настав юношу в начале пути. В начале, вообще психологи говорят, до 7-8 лет развивается личность ребенка, вообще человека, да. И то, что ты туда вложишь, то и будет. А мы в это время как раз бездействуем. Ну, по сути, вот просто понимаете, да, и лукавый там насеет столько, и потом мы начинаем разгребать. Ну, это вот еще очень большая проблема. Да, это большая тема, да. Аминь, на самом деле, сейчас мы видим вот детей, которые гораздо талантливее, чем то поколение, которое было там 20 лет назад. А с чем это связано? С тем, что сейчас, когда вот появилась свобода в интернете, и дети-дети видят, да, как бы. Вот раньше планка какая была, там, выучил три аккорда, все, вышел во двор, никто, остальные все два знают. Звезда. Ты самый крутой, все. А сейчас открыл YouTube, посмотрел, там такое, люди думают, о, мне еще расти и расти. И когда дети сами к себе планку ставят не как, я ребенок, мне там ля-ля-ля, хватит там, да. А планка выше, то и дети развиваются, они смотрят, что, ого, я могу так петь. А там какая-то девочка в 4 года такую песню спела, а здесь там еще что-то. И когда они сами к себе относятся, вот так, как взрослым, у них планка выше, то они достигают гораздо быстрее, чем мы. И то же самое мы верим, что и в духовном смысле. То есть если детей чувствуют, что они знают, что такое сверхъестественное, чувствуют, у них есть тоже видение, у них есть откровение и так далее, что они чутки к духовному миру, если посерьезно к этому относиться, то они и будут это делать. Абсолютно. Они будут в этом возрастать. Абсолютно, да. Аллилуйя. Дорогие друзья, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Я знаю, что эта тема, она не может пройти никого мимо вообще. Она важна каждому дому. Если в вашей семье нету хвалы, нету места для прославления, я просто убедительно прошу вас, отделите это. Если вы не умеете петь, ничего страшного. Ставьте какую-то музыку, выбирайте то, что откликается вашему сердцу и прославляйте Бога. Пусть просто это горит в вашей семье. Потому что я знаю, когда семья только рождается, вот мы как семья, когда у нас появилась, да, и дьявол атаковал именно хвалу, чтобы ее не было между нами. Потому что я так пою, она так поет, мне такая тональность, ей такая тональность, и я громкая, она тише. И у нас, ну, вот разные эти вещи. Кажется, что она думает, что я не учу-то к Духу Святому, она думает, что еще что-то. И вот эти вещи все иногда заканчивались, первый год, какими-то разрывами, очень сложно было наладить. Но мы поняли, что это та битва, которую нужно выиграть в любой семье. Абсолютно. Аллилуйя. Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений, не переключайтесь. Я верю, что еще много чего интересного благословит вас. Мне выпала такая удивительная честь и, можно сказать, чудо побывать здесь в Израиле, побывать зимой. Вы знаете, первое чудо заключается в том, что сейчас в нашем городе идет снег, все в сугробах. Я стою перед вами в рубашке и могу делиться теми переживаниями, теми удивительными событиями, которым был наполнен весь этот тур. И в связи с этим я хотел бы, конечно же, в первую очередь поблагодарить канал ТБН в лице Виктории за организацию такого чудесного мероприятия. Во-вторых, я хотел бы поблагодарить нашего чудесного гида Дмитрия, который нам так все качественно показывал, который, в общем-то, под руководством которого проходил весь этот тур. Хотелось бы поблагодарить Евгения Тайца, который нас на протяжении всего тура оберегал, окружил своей заботой, тоже вниманием, который делился своим словом во время тура. Хотелось бы также сказать о важности таких поездок для каждого верующего. Я много об этом думал, потому что мы, будучи протестантами, привыкли взаимодействовать с Писаниями. И для нас Писание всегда является вот этим источником вдохновения, вдохновение источником мудрости, источником моральных примеров каких-то, источником силы. Мы всегда вчитываемся в Писание и видим там силу Божию. Зачем тогда нам бывать здесь в Израиле, когда мы получаем вот эту вот силу непосредственно из Писания? Я вам скажу, что читать Писание мы можем по-разному, и разная глубина может быть в познании самого слова. Вы знаете, многие памятники, которые мы здесь наблюдали, они в себе содержали более 26 исторических слоев различных событий, различных эпох, которые вот проходили вот по этой земле. Точно так, читая Писание после этого, ты ныряешь все глубже, открываешь все больше смыслов для себя, все больше нюансов, на которые ты до этого мог не замечать или не обращать внимания. Поэтому чудесное время, чудесные люди. Третье вот чудо, о котором тоже в двух словах не могу не упомянуть, это прекрасная команда, прекрасные люди, с которыми мы познакомились. Это люди из разных государств, из разных характеров. Для меня это такой вот яркий пример церкви, вот этого ожидания воскресенья, когда мы все соберемся вместе, и мы узнаем много интересных людей, много удивительных судеб, и это тоже сделало тур особенно незабываемым и неповторимым. Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится. Участвуй в программе ТБН «Тысяча партнеров по тысяче рублей». И не выходя из дома, помогая распространять Евангелие, благие новости и программы с христианскими ценностями до самых отдаленных уголков мира. Мы ищем тысячу людей, которые будут жертвовать каждый месяц по тысяче рублей на развитие христианского телевидения. Партнеры ТБН вносят вклад в создание программ телеканала, его вещания и в установку спутниковых тарелок всем желающим смотреть ТБН. Все больше неравнодушных сердец заявляют о готовности вместе с нами делать этот мир лучше. Стань частью команды партнеров ТБН и ежемесячно вноси значительный вклад в распространение «Благое вести» с программой «Тысяча партнеров по тысяче рублей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова Вначале было мне сказано от Господа то, что я тебе дал, иди и раздавай На сегодняшний день, по милости Божьей, записано за 26 лет нашего служения 16 альбомов Мы не песни о облачках или о солнышке поем, мы прославляем Господа И они очень разноплановые, есть даже один рок-проект Он называется «Тебе», такой очень детям, очень нравится тоже И я хочу рассказать о последних проектах, которые мы сделали И это очень важно, вот это, допустим, проект «В Царстве Божьем Свет» Это детский альбом прославления Он вообще зрел, знаете, ну, можно сказать, 15 лет 15 лет назад я получил эти песни, но я знал, что придет время, когда это нужно будет сделать Я верю, что это пророчески Наша семья пополнилась не только уже рожденными сыновьями, но и дочерями Вообще, я всегда хотел девочку, но Господь вместо одной дал троих, видите, слава Богу И что важно, вот о чем мы говорили, что есть много мусора Здесь 4 песни по Слову Божьему В этом альбоме, здесь прямо места священного писания Здесь 14 песен Песни адаптированные Вот ты говорил, что трудно, жена поет одна В одной-то у нее тесситура голосовая У тебя, у мужчины, это так Бог сотворил И в чем заключается искусство прославлителей, которые ведут служение Это очень важно, это очень важно Найти баланс Баланс У меня голос тоже тенор, высокий как бы, да, мне удобнее петь выше Но я специально это занижаю для того, чтобы люди В машине, дома, везде Могли включить и войти в эту славу Божию Понимаешь? Мы сегодня говорим о исцеляющих И я, у меня есть сильное свидетельство Не одно, ну, хотя бы, может быть, потом попозже одно расскажу Поэтому я хочу вдохновить Если вас заинтересовало это, друзья мои Это не наше творчество Это то, что Бог посылает с небес Вы можете написать нам Элементарно сейчас в социальных сетях Все, я надеюсь, имеют эту возможность Найти просто у нас ВКонтакте Вадим Ядковский просто наберете И напишите нам Мы можем вам высадить либо диск Либо просто по интернету файлами отправить Поэтому пишите Пусть Бог благословит вас И пусть вместе вы с детками тоже будете славить Нашего Господа и Спасителя Аминь Хотела сразу Можно еще зачитаю? Как раз вы скажете Просто пишут Валерий из Тулы Спасибо за чудесное прославление Прекрасная программа сегодня И еще тоже Татьяна Саратова написала Смотрю трансляцию с гостями С Вадимом Ядковским Огромная благодарность Вадиму за его песни Обожаем всей нашей семьей Прославление из его уст Слава Господь Подтверждение Господь действует И последний альбом Ну как последний На сегодняшний день который записан Вот мы пели песню Из этого альбома Он называется Бог с нами Вы знаете В это последнее время Особенно важно знать Что Бог с нами Здесь есть песня Так и одноименная Бог с нами То есть помните Интересно Мы недавно Рождество по сути у нас было Одно из пророчеств Ветхого завета Гласит так Гласит так Есть очень благословенные и помазанные песни И безусловно Есть песни по слову Божьему Поэтому так же вы можете написать нам И получить благословение от Господа Нам особенно это близко Потому что нас дочку зовут Эмма И мы именно с этим и называли ее Что значит с нами Бог Аминь Аминь Слава Иисусу Дорогие друзья Хотела напомнить вам о том Что есть чудесная возможность Жертвовать и сеять в телеканал ТБН И программа Тысяча по Тысяче Дает эту возможность Взять на год служение Когда вы можете каждый месяц Жертвовать от тысячи рублей И в этом месяце у нас замечательный подарок Это елей из Израиля Елей помазания Который может достаться каждому из вас Кто примет это участие И на самом деле в каждом доме Мне кажется должен быть такой елей Потому что мы практикуем то Что Библия говорит Мы молимся, помазываем Когда мы болеем Когда мы за какие-то особенные вещи молимся Поэтому пожалуйста мы призываем вас Участвуйте и получайте Такой чудесный подарок Да, вот кстати интересно Если говорить о некоторой связи Между елеем и хвалой Вот Давид был помазанником То есть вот все цари их помазывали Да, елеем И иногда мы говорим Что помазанная хвала Да Как вы вот это понимаете? Что это на ваш взгляд? Понимаешь Дело в том Что помазание оно есть И Иисус когда вступал в свое служение Он зашел после Когда он был крещен Да, так же как мы все крестились Это все для нас были Такие, ну как сказать Вот ступеньки Чтобы мы так же шли Этим же путем Как шел Христос Был испытан Да, противостал Дьяволу словом Твердой верой Он ушел от него И все ангелы приступили Служили ему И потом он пошел куда? Пошел в синагогу Помазал Пришел в синагогу Ему подали книгу пророка Исаии Он открыл эту книгу И 61 глава мы читаем Да? Дух Господа Бога на мне Ибо он что сделал? Помазал Помазал меня Иисус, знаете, переводится имя как Спаситель, спасающий Да? Христос помазанный Мы же называем себя христиане Помазанный Что переводится помазанный 61 глава, друзья мои Она принадлежит нам Мы должны молиться Этой молитвой Я помазан Господом Понимаете? И в эту реку благодати Вот этого помазания Мы входим в верою Понимаешь? Да Но туда нельзя войти Гордой тропой Потому что Бог гордым всегда Запомните Всегда Бог гордым противится А смиренным Он всегда дает благодать Потому что Когда человек гордый Он заслоняет собой Иисуса И Бог не может проявиться Поэтому Надо нам смириться Чтобы Христос Нас Поднялся Понимаете? И чтобы увидели не нас Но увидели Христа И когда видят Христа Вот именно тогда Помазание и начинает течь Когда человеческое умоляется Тогда божественное Высвобождается И люди входят Через нас И это ответственность Всех служителей Да? Чтобы не заслонять Христа Но чтобы пребывать в смирении Чтобы позволить Этой реке Божьей благодати Течь И чтобы всякий Жаждущий Пришел И напился этой воды И получил исцеление Скажите А есть ли какие-то Свидетельства Вот именно того Что во время служения Или слушая Люди получали Именно физическое исцеление И писали вам Рассказывали Может пару свидетельств Расскажете? Да, да, да Алла, можно вас попросить? Давай ты, матушка Ну ты просто лучше его помнишь Знаешь Я могу где-то ошибиться Про что ты имеешь? Где женщина У него была Валенбурге Помнишь, что удивительно Расскажи, пожалуйста Это очень такое У нас один пастор Я не буду говорить кто Да, да, да Мы были на одной конференции Он достаточно Он достаточно молодой Это было давновато Так Вот И он так, знаете, говорит Ну что там музыкантики Ну музыкант там прославления Ну так, знаете Ну вот пастор Это служение Понимаете Ну я не знаю Вы понимаете меня? Да? Да А что он там песенки пишет И это самое Ну вот он с таким уехал Значит на своем Хотя хорошая у нас была там конференция Мы участвовали вместе И он просто мне честно сказал Говорит Вадим, я так рассуждал Но говорит До одного момента В моей церкви, говорит Одна сестра молилась За свою неверующую подругу Много лет И у этой неверующей подруги Значит Обнаруживают У нее постоянно голова болела Обнаруживают водянку головного мозга Серьезная болезнь на самом деле Ее ложат в больницу И в больнице она впадает в кому Представляешь? И она к Богу вопит Господи Неужели ты ее заберешь? Она не покаяться Я столько лет за нее молилась Господи И представляешь, говорит Бог ей говорит Вот у тебя есть диск У нас, к сожалению, его сейчас нету здесь Он называется «Бог есть» Но тот, кто постарше во Христе Может быть знает эти песни Они были в свое время очень популярны Это молодежный проект Это лежит понятно Это лежит понятно Все, а это Играло просто Вот такое прославление молодежное Скажем так Понимаешь? И оно коснулось Есть очень много сильных свидетельств Люди рассказывают нам Ой, это Ала, бабушка эта Которая исцелилась У нас в Беларуси Помнишь? Расскажи Ты так Понимаете? Я привыкла быть замужем Вы меня простите, что я тут помолчу немножко Потом при нем Ну при нем В одной церкви Не буду говорить где Мы служили И традиционно после служения Мы, конечно, выкладываем наши диски Чтобы люди могли приобрести Поучаствовать в нашем служении И подходят люди, подходят Я еще там был с пасторами Каля подходит Она стоит с дисками И говорят Бабушка подходит Лет 70 Может быть, чуть больше Говорит Доченька, а что это у тебя за альбом? А там у нас был альбом такой На восходе дня Может, вы знаете Святый, истинный, верный Она известная такая песня Вот Алла говорит Ну, это песня Вадим вот поет про славление Она говорит Доченька, я же тебе расскажу Что со мной было И говорит Ты знаешь, я уже лежала Я уже не вставала Я уже готовилась к встрече с Господом Мамушка верующая, потомственная Все Но тут, говорит Моя внучка взяла вот этот диск Принесла мне И вставила в магнитофон И я, говорит Человек, начал спевать Я, говорит Человек, начал спевать И говорит Во мне все поднялось А лишь размовлять не могу На белорусском, на языке Говорит Не могу Я начала мычать То есть Дух начал петь Понимаете Дух человека И она начала петь слова И, говорит Из меня начали выходить слова И я увидела человека в белой одежде Ангела увидела И он мне говорит Вставай Поднимайся И я встала И своими ножками Хожу до сегодняшнего дня В дом молитвы Славлю Господа Бабушка Слава Иисусу Понимаете Бог воскрешает И это благодать Друзья мои Это не мастерство музыкантов Это просто открытое сердце В которое Бог вкладывает Свою благодать Понимаете Благодать она является В простоте Я вам скажу Вот в этих напыщенных вещах Никогда нету благодати Понимаете А вот когда в простоте Вот знаете Почему Христос нас сравнил Говорит Будьте как дети Потому что мы стараемся Быть взрослыми Всю дорогу Да Вот Я понимаю Что мы должны быть детьми На самом деле Чтобы вот эту благодать Не заслонять А чтобы она исцеляла Народы написано Она исцелит народы И знаешь ответственность На ком лежит На нас На каждом христианине Аминь Чтобы эта благодать И освобождалась Слава Богу Аминь Слава Богу Дорогие друзья У нас есть еще Некоторые свидетельства Которые к нам приходят После того Как молились за нужды Давайте зачитаем Несколько Людмила из Германии Пишет Я и все мои дети Внучки и внуки Благодарят Бога И вас за молитвы Ходатайство за семью Все исцелены Благословлены И счастливы в любви И мире Благодарю ТБН За то что вы есть Спасибо Людмила Что написали Надежда из Абхазии Пишет Передаю всем благодарность От родных За Амара Который был в реанимации После аварии Сейчас он уже пошел На поправку Слава Богу Елена из России Я просила вас Молиться за продажу дома Чтобы поселиться Рядом с церковью И Бог помог нам С дочкой Приобрести такое жилье Благодаря вашим молитвам Мы продали дом И купили тот О котором мечтали Работа, церковь И учеба для дочки Все рядом Давайте мы еще Зачитаем несколько нуж Чтобы помолиться За тех Кто сейчас Находится В какой-то Сложной ситуации Ну что Очень много приходит Друзья Это что мы не успеваем Прочитывать Все равно Группа молитвенников Она молится Поэтому присылайте Что-то мы будем Озвучивать Галина пишет Помолитесь за брата Валентина Вторая степень рака Зухра Помолитесь за сына Саиды У него ангина Температура высокая Лидия Беларусь Прошу поддержать меня В молитве За сверхъестественное Избавление от кредитов И всех долгов Валерий Так это я читала уже Валентина Помолитесь за восстановление зрения Арзу Помолитесь за мое исцеление Галина Прошу помолиться За финансовый прорыв Альфия Мой сын уехал На миссию в Африку Кения Прошу молиться За сверхъестественную защиту Марина Сыктывкар Прошу поддержать В молитве За исцеление Молочных желез Валентина Швеция Прошу поддержать Меня в молитве Чтобы я простила Мужа моей дочки Алена Киров Помолитесь за меня Светлана Помолитесь за моего мужа Константина Аллилуйя Аллилуйя Да Дорогой Иисус Мы благодарим Тебя За всех этих прекрасных Возлюбленных Тобой Господь людей Это Твои дети Боже Спасибо Что они взывают Тебе И Твое слово Говорит Что всякий Кто призовет Имя Господне Спасется Боже Я не призываю Сегодня Тебя И мы соглашаемся С ними Мы молимся Господь И сцени Всякого Кто страждет Господь Во имя Иисуса Мы говорим Всякий дух Немощи и болезни Пошел вон От этих людей Во имя Иисуса Христа Мы запрещаем Всякому раку Во имя Иисуса Аллилуйя Господь Приди Восстанови Все ткани Все кости Господь Всякий огонь Укрепить И уйдет Прочь Во имя Иисуса Христа Боже Мы благословляем Тех Кто находится В стесненных Финансовых Ситуаций Божьей Божьей Освободи Разрушь Всякие Оковы Кредиты Мы верим Что Ты Бог Эль Шадай Ты даешь Больше чем Достаточно Господь Дай этим людям Пройти этот этап Достойный Господь Во имя Иисуса Христа Благослови Семьи Господь Которые сейчас Не могут просить Или в обидах Каких-то В изменах Предательствах Господь Если где-то Разрушен брак Мы молимся Восстановить Господь Молимся О мире Твоем Господь Чтобы всякие Замыслы Дьявола Они были разрушены Господь Чтобы Твое Царство Во имя Иисуса Христа Благодарим Господь Что наполнится Свидетельство Господь Что еще больше Будет приходить Спасибо Что Ты уже Услышал нас Господь И Ты уже Действуешь В жизни этих людей Во имя Иисуса Христа Мы молимся Аллилуйя Слава Тебе Иисус Аминь Аллилуйя Слава Иисусу Ох Так много вопросов Так много вопросов Столько всего Хочется обсудить Но я чувствую Что Дух Святой Он расставляет сейчас акценты На главную На самом важном Вот знаете Мы сейчас Люди смотрят на вас И они видят Как вы горите Они видят Это просто Пламя в глазах Вашей жизни И так далее И кого-то это вдохновляет Но я уверен Что есть люди Которые сейчас смотрят И говорят А я так не горю А вот у меня Такого нет И дети у меня Там допустим Куда-то Вот что вы посоветите Таким людям Как вот найти в себе силы Начать молиться Начать поклоняться Вот если человек Разбит Ему плохо И вот он сидит И себя может где-то Жалеть Где-то вот Обтекает Да Вот всеми этими мыслями Унылый дух Как его прогнать Как найти вот эти силы Чтобы вот возродиться И воскреснуть Ну опять же Я всегда рекомендую Начинать славить Господа Понимаешь Сердце благодарное Я хочу пожелать этим людям Чтобы они посмотрели На свою жизнь Сколько Бог сделал В их жизни Чтобы они вспомнили Все щедроты И все благословления Господни И чтобы вот это Знаете Может быть неправильное слово Но Ропот Вот это сетывание в сердце Да Оно сменилось Божьей хвалой Да Потому что хвала Освобождает от сетывания Потому что сетывание Приходит от лукавого Вот эти Вот этот ропот Он приходит от лукавого Лукавый всегда приходит И Христос сказал Украсть, убить и погубить А Иисус говорит Я пришел Чтобы вы имели жизнь И имели ее с избытком Поэтому Когда ты начинаешь Благодарить Бога Когда ты начинаешь Поклоняться Ему То дьявол просто Убегает в страхе и трепете Потому что хвала Высвобождает силу Как в Писании написано Что Бог живет Среди славословий Своего народа Не среди ропота Своего народа Но среди славословий Своего народа И когда мы начинаем Славить Вопреки всяким обстоятельствам Поверьте Я знаю о чем я говорю У нас очень много Сложных обстоятельств И сейчас мы Не в лучших обстоятельствах В нашей жизни Хотя это многим Не кажется так Но мы славим И благодарим Господа Мы не смотрим На видимое Мы смотрим На невидимое И мы знаем Что мы не постыдимся Потому что Верен обещавший Который это будет Сотворять в моей жизни Но для этого Нужна моя вера Чтобы начать Славить Уверуйте Что Господь Что Иисус Есть Господь Он есть Господь В моей жизни И Он заботится Обо всем В моей жизни И поэтому Я буду Его славить Я буду Его благодарить За все Что Он мне уже дал И за все Что Он совершает В моей жизни И за то Что еще будет совершать Благословляюсь Друзья На это Во имя Иисуса Христа Чтобы вы славили Господа От всего своего сердца Во все дни жизни вашей И поклонялись Ему Славьте Господа Ибо Он благ Ибо во век Милости Его Аминь Аминь Дорогие друзья Если Я верю Что просто Вы сейчас благословены Этим посланием Если вы это схватите В свою жизнь Что-то изменится И этот дух Который сушит ваши кости Он просто убежит Убежит Ночите с малого Даже если вот просто У вас есть время Отделить его Войдите в тайную комнату Включите прославление Почитайте Библию И просто Посмотрите Что Бог сделает Кажется Что я Может не могу Так входить В присутствие Божие Или еще какие-то вещи Может вас стесняют Не думайте об этом Просто вот делайте Такие простые действия Почитайте слово Помолитесь И отделите это время Чтобы никто не смущал Никто не подслушивал Телефон не вибрировал Уведомления не приходили Я верю Что Бог будет что-то делать Удивительное Аминь Друзья И прежде чем мы Преремся на короткую паузу Хочется сказать Что телеканал ТБН Приготовил что-то потрясающее Особый тур в Израиль Мы знаем Что Последнее время Происходит Сбывается пророчество Об Израиле И столько всего интересного В этой стране происходит И этот тур называется По стопам Христа Вы можете окунуться В эту атмосферу Когда зарождались Эти евангельские события С 21 марта По 26 марта Пожалуйста Записывайтесь Участвуйте Я верю Что это очень важное Благословенное время Чтобы именно сейчас Поехать туда И прикоснуться К тем местам Где происходили Евангельские события Не переключайтесь У нас еще Очень интересный блог Я верю Что будет еще более горячо Дорогие друзья Приглашаю вас На марафон Исцеление Он пройдет На канале ТВН С 13 по 15 марта С 17 до 22 часов По московскому времени В это время Братья и сестры По всему миру Будут молиться о том Чтобы Господь Даровал тебе чудо Наша студия в Новосибирске Будет участвовать Также в этом марафоне Поэтому присылайте Уже сейчас Свои нужды Свои просьбы И мы вместе Возовем к Богу Получи свое чудо Бог имеет удивительный план Для твоей судьбы И присоединяйся к нам К марафону исцеления На канале ТВН С 13 по 15 марта До скорой встречи Спасибо Бог за лунный свет За дивный мир других планет За каждый мир, который проживу я За радость, груз, за свет и тень За самый лучший в жизни тень За каждый новый вздох мой Аллилуйя 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На святой земле Израиля Субтитры создавал DimaTorzok Не плоти кровь Открыли мне Христа Но Дух Святой привел меня К подножию Голгофского креста Где Иисус простил и спас меня Простил мои грехи и спас меня Славлю Тебя, мой Спаситель Благодарю всемогущим Ты мой Господь, Бог Единый, Тесущий Славлю Тебя я всем сердцем Перед Богами пою я Дух мой спасенный поет Аллилуйя Ты Бог Богов, Ты Царь, Царей Иисус Тебе я всей душой моей стремлюсь Ты жизнь, Ты свет, Ты истина и путь Не дай мне с Твоего пути Не дай мне с Твоего пути Славлю Тебя, мой Спаситель Благодарю всемогущим Ты мой Господь, Бог, иди, сущий. Славлю Тебя, я всем сердцем, Перед богами пою я, Дух мой спасен, мы поем, аллилуйя. Славлю Тебя, мой Спаситель, Благодарю все богущие. Ты мой Господь, Бог, иди, сущий. Славлю Тебя, я всем сердцем, Перед богами пою я, Дух мой спасен, мы поем, аллилуйя. Дух мой спасен, мы поем, аллилуйя. Дух мой спасен, мы поем, аллилуйя. 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 Слава Богу. Слава Господу. Друзья, я верю, что Бог сейчас касается вас, и если у вас есть какой-то вопрос, у вас совсем немного времени, чтобы задать его, и мы с радостью обсудим его с нашими гостями, и вы получите для себя какое-то откровение. Напоминаю, что мы общаемся на тему исцеляющей хвалы, и у нас в гостях Алла и Вадим, это наши гости из Беларуси, они приехали к нам, и я просто в восторге от этого диалога, от этого общения. И я верю, что еще у нас есть немного времени, но вы обязательно получите что-то для себя. Спасибо еще раз. Слава Иисусу Христу. Очень сильно, очень классно. Хочется вас спросить, если вы чувствуете, что хвала, она в принципе написана в Библии, мы одну Библию читаем, но почему у людей такое разное представление о том, какой она должна быть, хвала? А потому что нет откровения. Какого? Без откровения народ не обуздан, и каждый думает о своем. И там лукавый очень сильно преуспел. Так появились конфессии и все остальное. Вообще не только о хвале, а обо многих вещах. Понимаешь? Потому что Бог один, вера одна, крещение одно написано в Писании. И тот, кто пребывает во Христе на самом деле, он живет откровением. Что есть откровение? Откровение это и есть вера. То есть написано, праведный верою жив. Это не просто, ну как-то там жив. Живет, он каждый день живет верою. Он живет откровением от Господа. Чтобы иметь откровение, нужно открываться для Господа. И вот интересно, хвале, вопрос, почему нужно славить Бога, да? Для чего? Потому что, во-первых, Он нас сотворил. Он нас, как Творец наш, да? Он нас сотворил. Написано, Он сотворил нас для себя. Да. Для славы своей, да? Он нас простил, Он нас оправдал. Я говорю о верующих людях, да? Второй момент. Когда ты, написано Богу, кто приносит Богу в жертву хвалу, тот чтит Бога. То есть, если ты благодарен, ты будешь приносить, я подчеркну слово, жертва. Не просто петь Богу, поить, там, знаете, да? А принести в жертву. Что такое жертва? Жертва – это то, что трудно. Это всегда больше, чем ты можешь ждать, согласитесь. Да, да, да. Да? Это всегда тяжело. Но Бог почитает именно эту жертву и говорит, ты почитаешь меня. И что происходит? Понимаете, по сути, мы все люди, это сильное откровение, в нас нет ничего доброго. И к христианам это вот тоже относится. Потому что мы все из одного теста вылеплены. Понимаете? И все согрешили, и все были лишены славы Божьей. Если человек пребывает в религиозности, то есть, формально посещает церковь, его посещают многие проблемы и так далее, да? То есть, он как-то вот в этом кувыркается, скажем так. Но если ты в жертву приносишь Богу хвалу, по-настоящему поклоняешься Богу, вот это сердце, вот это сердце твое, которое каменное, помнишь, в Ветхом Завете очень часто Бог говорила, вы окаменили свое сердце, ушами не слышите, глазами не видите, и не обратите, чтобы я что? Исцелил. Чтобы я вас исцелил. Смотри, когда ты начинаешь приносить Богу жертву хвалу, ты раздираешь свое сердце. То есть, ты его открываешь для Бога. Для чего ты открываешь его для Бога? Чтобы Богу просто приятно посмотреть на твое сердце? Да нет, он и так знает, что в твоем сердце. Но ты его открываешь для того, чтобы он положил туда свое семя. Это и есть откровение. Откровение приходит от слова Божьего. От слышания. Если сердце закрыто, хоть сам Христос говорить никто не слышит. Понимаешь? Поэтому, когда ты открываешь сердце, ты открываешь свое духовную утробу, свое ухо, и Бог вкладывает туда свое слово семя. И оно падает в добрую почву, укореняется, прорастает и приносит плод. Аминь. Аминь. Смотрите, некоторые люди, я просто сталкиваюсь с этим, я хотел задать этот вопрос как бы от себя, но чтобы вы не подумали, короче. Да, 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 да. Вот человек, да, он слушает вас и говорит, ну, то есть вы меня побуждаете к каким-то вещам противоестественным, что вот мне плохо, я хочу себя пожалеть, да, то есть как это я начну благодарить Бога, что вот у меня, не знаю, подскользнулось, нога сломалась, или что хуже, там, кто-то сын наркоман, там, или в тюрьму попал, и что, мне благодарить Бога за это, хвалить его за это? Вот вопрос. Написано за все благодарить. Да, все. А во-первых, а во-вторых, еще один очень важный момент, есть такой апостол Эков, который написал замечательное послание, и который говорит, с великой радостью, братья и сестры, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание, я подчеркну это слово, испытание нашей веры, вот эти все проблемы, по сути, это есть испытание моей веры. И апостол говорит, надо радоваться, что люди делают, они звонят, они пишут, помогите, помолитесь и так далее. Нет, это хорошо, все у нас на месте, мы должны носить, да, носить времена друг друга, и тем самым исполнить закон. Это да и аминь. Но я не о том, есть люди, которые постоянно этим живут, они подседают на это, понимаешь, они не могут вырасти из своих ползунков, в конце концов, а Бог хочет, чтобы мы росли. Понимаешь, и если человек любит, то есть если он духовен, я скажу очень просто, он славит Господа. Для меня разницы нету, пастор, он епископ или кто. Знаешь, мы когда приходим на служение, иногда просто обращаешься на это, ну, когда, конечно, я славлю, я ни на кого не смотрю. Потому что если я смотрю в зал, обязательно найдется кто-нибудь, на ком ты приткнешься. Понимаете, о чем я говорю, да? Поэтому я закрываю глаза, и я смотрю на Господа, чтобы не потерять той благодати, чтобы не было этого препятствия для вот этой реки, понимаешь, благодати. И я вижу иногда, что даже некоторые служители, они не славят Бога. Понимаешь? Мы много ездим, мы в многих местах были, мы много чего знаем и видели. Поэтому, понимаешь, для меня это, как сказать, это основание. Если человек поклоняется Господу, Иисус сказал, Отец ищет тебя поклонников. Понимаешь? Ищет тебя поклонников. Не просто служителей. Не написано, что он ищет служителей. Он ищет поклонников себе. Понимаешь? И если ты не поклонник, через себя не может течь Божья благодать. Понимаешь? Прежде, от благодарного сердца говорят благодарные уста. Иисус сказал, избытка твоего сердца будут говорить твои уста. Понимаешь? Если ты не поклоняешься Господу, значит, ты не склоняешься под Него. И эта благодать, она тормозится, понимаешь? Поэтому прежде поклонение, а потом служение и все остальное. Аминь, аминь. Друзья, знаете, хочу, просто вспомнилась такая история. Вот у меня один из моих друзей, мы даже вместе играли в одной группе, он был гитаристом. И были такие сезоны в его жизни, когда он говорит, вот меня сейчас не прет, извините за такое слово. И я не готов как бы переступать через это, я же искренен с собой. Бог с искренним, искренним, я искренне не прет. И в общем, он говорит, дружок, ну надо как-то, давай, ну давай. Он говорит, нет, мне вот так вот, не трогайте меня. Месяц, два, три, с девушкой туда-сюда. И все, и там такие вещи произошли. Очень печальные, очень печальные. Я до сих пор об этих моментах иногда вспоминаю и скорблю просто о человеке, о нем думаю иногда. Поэтому, друзья, если вдруг вот эта мысль к вам приходит, что ну нужно же быть с собой честным, нужно же вот как ты чувствуешь, так вот и думать, это все неправда. Есть истина, а есть чувство. И не заменяйте одно другим, потому что есть истина, на которую ты можешь опереться, которая не меняется, которая веками остается одна и та же. И есть чувство, которое сегодня так чувствуешь, завтра иначе. И вот это тебя будет тогда, не будет основания, тебя будет шатать туда-сюда, ты будешь ведом своими чувствами. Поэтому найди место Писания, которое сможет лечь в основание, ты сможешь на него встать, и тогда ты не пошатнешься. Халлелуя. Аминь. Слава Богу. И возвращаясь к этому вопросу насчет того разная хвала, вы сказали, что нету откровения, да? Но были ли такие ситуации, когда люди вас не понимали? То есть, допустим, вот есть хор, когда вот в храме люди поют чинно, все как нужно, а вот вы, у вас барабаны, гитары, вот это все, это все не от Господа. На небесах не будет барабанов, там малиновый звон. И как одна бабуля сказала, что она услышала, что там малиновый звон, никто не знает, что это такое. Да, что это такое. Где Библия об этом написана, да? Да. Вот сталкивались ли вы с такими вот ситуациями? Конечно. Вот это же бывает, знаете, такое вот на одном служении было, бабушке так понравилось, она подошла и похвалила, так нам понравилось, такие вы молодцы. Ну вот только хлопаете. Хлопаете, не надо. Вот ее огорчило, да, про барабаны мы уже ничего не говорим. Или, например, тоже вот было в одном месте, мы попали в такую церковь, я его просила, Вадима, Вадим, ты только не топай, ну когда играешь на гитаре же, да, и немножко ногой ритм, не топай. Ну Вадим не может, он не топал, но он улыбался, славил Бога. И это, да, вот нам слышно, и это зацепило, подошел один брат, служитель. А ты чего так радуешься? Что ты радуешься? Что ты радуешься? Как было в Средненном Штатке? Да. А я говорю, а как ты не радовался, меня Христос достал из рва? Он простил все мои грехи, он дал мне красавицу жену, прекрасных пятерых сыновей. Ну как не радоваться? Да, спасение, дает мне песни, которым я славлю Господа. Тогда я взорвалась на него, даже он молчал, а я прям взорвалась. Говорю, да ты что, говорю, брат, бывали такие ситуации, бывали, да. Не так часто, но... Понимаете, для того Бог нас и посылает в такие ситуации, чтобы явить свою славу. И здесь надо быть очень чувствительным, понимаешь, люди всегда хотят не того, чего хочет Бог. Да. Апостол Павел, помнишь, как он говорил? Если бы я и поныне людям угождал, то я не был бы рабом Христовым. Поэтому надо стать вообще христианину, безумным Христа ради, упразднить это человеческое из разума и обновиться духом ума, как говорит Слово Божие. Понимаешь, Словом Божием, чтобы Слово Божие пребывало в тебе, чтобы ты поступал, как Слово Божие говорит. Да, горе вам, когда все о вас говорят, хорошо. Да, абсолютно. Поэтому вперед. Друзья, если у вас тоже где-то, может быть, что-то скрипит, я не знаю, по плане прославления, и вам что-то не помещается, какой-то формат, который вы привыкли или который вы видите, давайте опираться опять же на Слово Божие. Аминь. Потому что если мы можем разниться в наших, там, не знаю, литургии, в том, как у нас служение идет, как мы славим, еще что-то, но чтобы сверить и найти какую-то грань, на что опереться, Слово Божие. Там написано, что ликовать будем, славить, танцевать, давайте будем тимпаны, гимбалы. Гимбалы, это вообще, честно говоря, тарелки, это ударный инструмент. Большие. Такие громогласные. Громогласные. Громогласные, да. Знаете, когда, вот еще, вернусь к этому моменту, когда была тяжелая музыка, да, я уже с 2010 года не являюсь вокалистом той команды. Слава Богу. И это чудо Божие. И это тоже чудо Божие, да, Господь, в общем, все очень вовремя делал, вот, все было правильными сезонами. Но даже тогда, когда я понимал, что вот, ну, ударные инструменты, они тоже нужны, это ритм, он даже, у нас была музыка очень такая мужественно пробивная. И на войне всегда были музыкальные инструменты, и музыканты шли даже впереди. Они задавали темп, они задавали ритм, они просто настраивали. И поэтому я говорю, слушайте, есть разная музыка, иногда нам нужно прийти в присутствие, раствориться. Вот идет поклонение, что-то спокойное, иногда вот так, а иногда, говорю, вот это наша музыка для того, чтобы прорываться. У меня вот была буквально недавно, несколько дней назад, ну, как несколько недель назад, была просто очень сложная ситуация. Я включил в машине, вспомнил это творчество, включил этот Псалон 220 и проорался к Богу по полной. Вообще, я говорю, Господь, спасибо, это меня очень утвердило, но мне это надо было, я прорываюсь через это. Знаешь, очень важный момент, я хочу об этом сказать, потому что в церквях иногда группа прославления, у них есть, часто бывают такие ошибки, они занимаются самоудовлетворением, они играют то, что им нравится, они играют в те тональности, которые им нравятся, и это не есть правильно. Если у человека нет этого откровения, он даже не должен там быть. Потому что служитель, а прославляющие это служители, это левиты, это служители, поставленные служителя, слово служить. И Христос сказал, я пришел не для того, чтобы вы мне служили, сам Сын Божий сказал, но для того, чтобы послужить и отдать. Служение это всегда отдать и послужить ближнему, написано для назидания, понимаешь? И я уверен, что в наших служениях должны быть вообще различные песни. Я имею в виду по стилям, может быть и песни какие-то со сборника, средний стиль, понимаешь? То есть оно все должно быть многообразие Божьей благодати. Иногда берут один стиль, допустим, не буду говорить какие там, и вот просто говорят, только здесь Бог. Всего остального нету, понимаешь? И это, понимаешь, отбивает многих людей, потому что мы уничижаем, допустим, пожилых, 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 братьев и сестер, да, средний возраст, да, когда там молодежь, допустим, все, давай, прорывайся, вот ты говоришь, да. То есть оно должно быть все, понимаешь? А пожилые должны вмещать и молодежь. И мы должны любить друг друга, мы забыли об этом. Мы занимаемся в церкви самовлитворением. Это неверно. Нужно покаяться, остановиться и сказать, Господи, твори, что ты хочешь. Вот я, Господи, пошли меня. Опять возвращаемся к смирению. Когда я смиряюсь, тогда Бог дополняет меня благодатью. И каждый человек, каждый абсолютно, до ребенка, он получит эту благодать. Потому что Христос приходит, чтобы всех накормить, понимаете? И вот в этом есть большая проблема. И мы сейчас, если есть такая возможность, я хочу анонсировать, у нас в Перми будет конференция прославления в субботу. В субботу, я не помню, какого числа это получается у нас. Конец марта, там последняя суббота. Я сейчас точно не вспомню. Вот, поэтому кто там рядышком живет, приезжайте, пожалуйста. У нас будет замечательное время. Мы будем делиться опытом, мы будем делиться материалом. Кстати, друзья, если кто-то занимается прославлением, и вы бы хотели петь песни, которые Господь нам даровал, вы можете написать, опять же, нам. Мы бесплатно вам вышлем материал со словами, с аккордами, с гармонизацией. По тактам расписано за 26 лет служения. Поэтому пишите, мы вас благословляем на это во имя Иисуса Христа. Вау, очень классно. Друзья, не упустите эту возможность. Все на блюдце, пожалуйста, вперед. Знаете, я когда был еще в такой, скажем, консервативной церкви достаточно, да, вот я сам из Долгограда, и это вот, получается, здесь я в Питере с 2006 года, ну, 13 лет, да, и вот когда, будучи там, ходил в такую консервативную церковь, и я прославление там переживал. Ну, то есть я вот терпел. Ну, то есть, потому что я все-таки молодой парень, музыкой определенной увлекался, и когда я приходил и слышал, как там под пианино там играет и хор поет, я это просто ради любви к Господу терпел. То есть я как бы старался, чтобы меня коснулось, но меня это не касалось, потому что мне музыка совершенно меня, ну, мне не было неинтересно. Особенно, когда включали фонограмму, вот тех лет, знаете, в 90-х сделал, и просто у меня вот так вот уши так сворачивались, мне так это не нравилось, да. И вот это меня отбило, у меня желание слушать, в принципе, прославление. То есть я не мог представить ситуацию, чтобы я прославление себе в уши поставил и слушал его, ну, просто по дороге куда-то или еще что-то. Да, в церкви, но не так. И это отбило ко всему, и к хилсонгу, неважно, к кому-то. То есть даже к тому, что было, в принципе, со временем, мне казалось-то слишком слащавым, слишком таким, да. Я слушал христианскую музыку, но не прославление. Вот. И слава Богу, когда здесь, я попал в церковь 21 века, где мы служим, и Бог начал менять это, и те стили, которые мне когда-то казались, ну, мне не очень нравятся, там, фанковые, приджазованные какие-то вещи, там, поп, роковые, всякие разные, да. Бог вообще стал рушить все вот эти вот, все барьеры, вот это вот, нравится, не нравится. И настолько пришла свобода, то, что ты понимаешь, что здесь просто Бог, есть просто такое сильное присутствие, ты влюбляешься в Него. И потом, когда мы с женой едем куда-то в церковь, и приезжаем там, неважно где, и ты смотришь, и даже ты понимаешь, что, ну, музыка совершенно по стилю не твоя. Но ты чувствуешь Бога, у тебя уже есть внутренние ощущения, ты понимаешь, что, о, вот оно. Даже если музыка тебе не совсем это то, и ты не к этому привык, ты уже не осуждаешь людей, ты просто, ты спокоен. И вообще я верю, что люди, которые много общаются с Богом, это не люди осуждения. Абсолютно. У нас в церкви есть пожилые женщины, ну, то есть достаточно, ну, немного, но есть бабушки, да, бабушки такие уже, давно бабушки, скажем так, вот. И мы видим, что в них вообще нет осуждения. Они настолько любят, любят молодежь, любят современную музыку, им как бы, им все комфортно, потому что я верю, что если Бог живет с нас, Бог, он не осуждает. Он любит, он принимает. И поэтому, друзья, я просто еще один из выводов этого эфира хочу подвести. Пожалуйста, не судите. Не ставьте барьеры, не ставьте вот эти религиозные рамки. Дьявол всегда хочет разделить. Одному скажет, что только в платке можно петь, другому скажет, что только вот на пианино и все. Не дай Бог ударишь по тарелке. То есть кому-то слишком много улыбаешься, да, или ногой притопываешь. Это все второстепенное, которое отвлекает от главного, отвлекает от Бога вообще. Давайте сосредоточимся на нем, будем его искать. И это присутствие, оно заменит вам все вот эти вот припоны какие-то. Это все разрушится, и вы будете чувствовать свободу в прославлении, в поклонении. И это исцелит не только ваше тело, я верю, что тело будет исцелять, но и дух. Вам придет свобода. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Спасибо огромное за этот эфир. Я просто очень вдохновлен. Я верю, что еще не раз вы побываете здесь. И дай Бог в нашу череду. Вот. Нам очень было здорово. Я верю, что телезрителям тоже. Поэтому пишите свои благодарности или какие-то вопросы еще. Я верю, что мы донесем это через соцсети, и вам еще ответят. Хочу напомнить, что у нас близится марафон исцелений, продолжая нашу сегодняшнюю тему. Поэтому, дорогие друзья, присоединяйтесь. С 13 по 15 марта у нас мы будем молиться, будем ходатайствовать, будем сражаться. И я верю, что Бог очень многих исцелит. Если вы давно особенно страждете, и у вас какая-то есть немощь в теле, просто верьте, что Бог что-то приготовил для вас. Когда мы приходим к этому с ожиданием, Бог реагирует. Спасибо большое, что вы были с нами. Денис и Кристина Феоктистовы. Мы просто рады, что провели этот вечер, первый весенний вечер на ТБН в прямом эфире. Будьте благословены. До новых встреч. Дорогие друзья, телеканал ТБН приглашает вас принять участие в марафоне исцеления. Мы пригласили для вас, служителей из разных стран, из разных регионов России, Израиля, Соединенных Штатов, Европы. Вы получите самое лучшее, что имеет для нас Господь. А Иисус принес нам искупление. Иисус подарил нам исцеление в каждой сфере нашей жизни. Это время получить свой дар от Бога. Это время, когда вы должны и можете получить свое исцеление, свое вдохновение. Вы можете получить свою радость. Господь разрушает всякое бремя, всякое ермо. Присоединяйтесь к марафону исцеления. 13, 14, 15 марта. 5 часов живого прямого эфира, молитвы, вдохновения. Мы получаем тысячи свидетельств того, как могущественно действует Господь. Это время для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть уходят все сомнения и печаль и ночь. Он пришел, чтоб дать спасенье, он пришел помочь. Загорелась на небе звезда и светом пронзила всю тьму. Знай, теперь Иисус рядом всегда, ты только добився Ему. Зажигай огонь у меня внутри, я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри, я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Иисус тебе сердце я отдаю. Пусть пылает, а не тлеет, Первая любовь. Радость сердце наполняет благодатью вновь. Даже если небо снова молчит, Бог слышит голос твой. Зажигай огонь у меня внутри, я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри, я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Зажигай огонь у меня внутри, Я хочу гореть светом Божьей любви. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Иисус тебе сердце я отдаю. Свои руки к небу я возношу, Иисус тебе сердце я отдаю. Субтитры подогнал «Симон»